Джигарханян скрывается от бывшей жены. Окружение актера всячески пытается помешать его встрече с Виталиной Цимбалюк-Романовской. Армен Джигарханян уже трижды не являлся по повестке в суде, но экс-супруга всеми силами пытается устроить святание. После того, как осенью 2017-го Армен Борисович на всю страну заявил, что его молодая супруга Воровка, они больше не встречались. Виталина не раз говорила, что хотела бы пообщаться с Джигарханяном тет-а-тет и снять все вопросы, но друзья актера этого не допускают. «Однажды мне удалось до него дозвониться и попросить о встрече», рассказала представляющая интересы Цимбалюк-Романовской адвокат Лариса Широкова. Армен Борисович был настрен благодушным, сказал, что готов общаться, но только в присутствии юриста. «Мы согласились, приехали в театр, но охранник нас туда попросту и не пустил, а телефон Армена Борисовича оказался выключен. Потом, очевидно, ему поменяли ногу». Цимбалюк-Романовская настаивает на том, чтобы ее, уже бывшего мужа, пригласили в суд, но он то и дело предоставляет справки о нездоровье и на заседание упорно не приходит. Полезнь помешала актеру приехать и в свой театр на проверю спектакля «Маргия», который ему же и был восхищен. В 1967 году Армен Борисович играл в ней в театре имени Ленинского комсомола. Причем во многом содержании этого спектакля созвучно с тем, что в последнее время пережил сам Джимар Калин. «Сложные отношения с бывшей женой и молодой возлюбленной», «Неурядицы в театре», «Конфликт с сынами мира сего». Официальная версия неявки под рука на премьере «Запрет плечей». Мол, отправили на процедуру, запретили волноваться, покидать клинику. Но в театре говорят совсем другое. Дескать появилась он на премьере. Цимбалюк Романовская с полным правом могла бы вызвать полицию, чтобы стража порядка насильно доставили Джигар Ханяна в суд. Ведь если на работу ходит, а наслушанная нет, значит симулирует. Стоит заметить, что недавно Перовский суд Москвы выявил о том, что с обвиненной в мошенничестве Цимбалюк Романовской сняты все обвинения за отсутствие состава преступления. Таким образом, Джигар Ханяну, видимо, все-таки придется ответить за нелицеприятные слова в адрес бывшей жены, которую актер требовал. Посадить.